Сколько там сейчас время? 16.56 Короче говоря, все уже Темно, как у негра в этом Тут до утра не ночевал Да не поздно еще Это просто у нас так, видишь, 5 часов вечера А тьма уже как полчаса упала Или уже минут 40 Там на территории, на которой идет стройка Там уже человек, два человека разойтись уже не могут Я очень надеюсь, что это все очень быстро употребят Ну, брусчатку ложат классно Блин, ну просто супер Опа, надо что-то я положил Интересно, там видно вообще? Что я вообще тут делаю, чем я тут занимаюсь Так, это у меня ковш Это я понял Сделаем щелочку Щелочка уже есть Да хреново у него вилы Не хватает на них одной интересной детали Мы сдавали его на обслуживание И нам давали на это время Какой-то там у них запасной И там я просто сидя Не поднимаясь Не перемещаясь Не вытягивая шею Все прекрасно видел Как с земли брать С этим я ничего не могу Надо садиться на Надо приподниматься Стоять стоя Или садиться на Подлокотник Че ты орешь? Ребята, вон нормальные люди С работы пошли домой Котку пьянствовать И безобразие нарушать Эх Ладно Где наша не пропадала Главное не пробить ему Противоположный борт Там я уже видел Какая-то дырка Но это не я Насадим поглубже Опа Отсюда не украдут Я не переживаю Потому что здесь Грязи много Здесь никто не выйдет отсюда Здесь нужна техника Если, например, загружать Это все с манипулятором Я не представляю Это только может быть Какие-нибудь советская техника Зиуи-131 Уралы эти Или КамАЗ этот военный 41-10 Или как он там Я, может, уже и забыл Уже что-то Трехосновый Шишига У нас еще бегают такие Муровые установки Я видел Какие-то Насовы Муровиков тоже работают Даже три фирмы Вообще-то четыре Но с одной там так Как-то не заладилось С самого начала Но целый сериал снял Собачья жизнь Называется Там бурение, правда, не вертикальное А горизонтальное Обидно, что так до бурения И не дошло Очень обидно Хотел еще и в этом деле Попачкаться Вот так вот Трактор Юга И Каратай В земле Здесь Типа черняги Но она, конечно, не черная Но чрезвычайно плодородная Блин Здесь на этом месте Здесь, видимо, раньше Болото такие были Потом Растительная Сушительная система Или как Канавы прорыли Проделали И все Эта вода ушла И просто великолепная Такая Такой плодородный слой На нем вот эта вот Трава прет Прямо Я не успел Еще Осенью Летом Я здесь все Свозил Здесь разравнивал Все, что лишнее Со стройки Там Елки-палки Недели полторы Две Смотрю Уже Трава прет Не тем Не том Надо черняга Черняга Вот Это слово Черняга И все Чернозем Я им объясняю Вот и нет Чернозема И не было Не может просто Напросто быть Не-не Вот им надо Черного цвета Вот этот Грязный песок Грязный песок Черного цвета Они его называют Черняга Вот Хотя на самом деле Это так называемая Черняга Это как я уже говорю Это самый обыкновенный Грязный Латвийский Песок Можно его вообще Взять песок Чистоганом Смешать его С каким-то Древесной Древесной угольной пылью Или сажей там Из печки И вот тебе На черняга А тут Реальный Блодородный слой Сантиметров 25 Если не все 30 Так Вот Сейчас разгрузим И на хаос Я не люблю Когда дворники Мне по морде Моргают Ну как Хорошо загрузили Я не цепану Правой стороной Ковша О как хорошо Блядь Аж Ох Как хорошо Блин О смотри Пол Пол брюха Уже Опорожнил Не видно Ни хрена Не хочу этот Задний прожектор Врубать Все равно Ковш этот Планировочный Он мне Планировочный ковш Закрывает Весь обзор А когда включаешь Прожекторы Задние Да я не знаю Может их подрегулировать Как-то Он довольно массивный Мне он очень нравится Но он Работает Ночью Когда прожекторы Включены Как зеркало Отражает На хер Обратный Никакого эффекта Абсолютно Таких Прожекторов Я тем более Стрелу Здесь ставлю Посередине Передвинул ее Посерединке Поставил И все Мне там Хватает И слева И справа Рыть Я ее В общем-то И не двигаю Как поставил С самого начала Посередине Так она у меня Там и стоит Пару раз Я двинул Где-то Не помню уже Зачем Может даже И незачем Было Так Лишний раз Чтобы не перережать Не передвигаться И то Для профилактики Подвигал Кареткой Нормально Все двигается Ничего здесь Особенного Нет Обыкновенный Универсальный Вот и все Как мне тут один В комментариях Пишет Ой, ребята Извините Я не очень-то Запоминаю Ваши Никнеймы Имена Фамилия Потом Петушок Как на петушке Лучше Лучше работать На петушке Или на Обыкновенном Экскаваторе И вот я Слушай Первый раз Такое название Такой техники Слышал Петушок Ну ладно Петушок Как на петушок Ой 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 Тут у меня уже Конец моей Насыпи Я тут насыпь Специально Я специально Эту насыпь Готовил Здесь На подобные Случаи Не знаю Что вы там Увидите От этого Видео Но Цель одна Передать Атмосферу Мало ли Может быть Сейчас Кто-то Колеблется А не пойти Ли мне В трактористы Ну вот Ребята Смотрите Наблюдайте Надо вам Это Не надо Ну конечно Техника Современная Удобная В кабине В кабине Я в этой Вот Это не А вот Я забыл Еще сказать Насчет Разницы Таких Вот Универсальников И Полноповоротных Экскаваторов Там у них Кабинки Маленькие Я например Там абсолютно Ничего не могу Сделать Не переодеться Не перекусить Не вытянуться Не распрямиться Хотя Выйти из кабины Никогда не помешает Размяться А в такой кабине Я дня Не провожу Выйду только По ножке И все А в полноповоротном Уже не так Там очень маленькая Я с собой беру Очень большую сумку У меня с собой Пайка И все такое И запасные трусы И запасные носки И пайка Забывая Много чего И бинт с собой Чтобы перебинтовать Все дела Если что И иголка с ниткой И таблетки В том числе И от поноса Это между прочим Не смешно Ребята Я как-нибудь покажу Хотя здесь Катерпиллеровцы Положили свою Аптечку Ну там Там есть перевязочные Я с собой не таскаю Там есть все Ножницы даже есть Бинты Марля Таблетки Беру с собой От боли Мало ли Зуб заболит Башка заболит И от поноса Особенно вот эти вот Еда вот эта вот Которую мы Берем Ну вот эти вот Комплексные обеды Фирме привозят сюда Вы знаете Иногда Бывает так Что-то Не то Хотя я уже В своей жизни Что я только не съел Я За два года Советского страйбата Этого Ой ужас Ну и вот Чертовой матери Хорошо Что еще До поедания Крыс не дошло Это были времена Перестройка Союз рухнул Я вернулся с армией Все И Союз сразу же Рухнул В конце В декабре 90-го Я вернулся Или в ноябре Как бы Не, не помню уже Осенью Короче Зима уже почти была И в 90-х Через полгода И Союз рухнул Официально А в 88-м Это дурацкая перестройка Ну как дурацкая Кому как Кому что Кому как нравится Я считаю Что наверное Этому Советскому Союзу Наверное Суждено было рухнуть Просто Я считаю Что это Как-то не так Надо было делать Ну и тем более Никуда он не рухнул Они же все Остались у власти Но это не касается Нашей Тракторюговской Темы Жизни Хотя же Все равно Это жизнь тоже Вот уже осталось 5 палет Осталось 5 пачек Сейчас быстренько Пах Страх Ну Задний борт Вот первые Первый ряд И последний ряд Всегда смотрите Первый ряд Вы можете Передний борт Цепануть Там у него Еще всегда Что-то лежит И канисты И вещички Какие-то нужные А последний ряд Задний борт Со стойкой Стойка Первую очередь Страдает Вот именно Такой техникой Когда грузите Потому что Виллы И виллы Что самое интересное Здесь до конца Не сдвигаются А даже если Ты сдвинешь Виллу Левую Скажем До конца Влево То Правая Вилла До конца Влево Не пойдет Она пойдет До этого Ограничителя До этого Опорного До этой Опорной Пластины Единственное Только если Вообще Целеком И полностью Вытащить Снять его И насадить Обе виллы На один Конец Тогда Да Тогда Другое Дело Но Там тоже Надо смотреть Что Если Очень тяжелый Груз Он пойдет Только на Одну Сторон Это все Равно Что на Этих Есть GCB Выпускает Типа Бобкета У них Свой Есть Маленький Называется GCB Робот Так У него Нормальная Дверь С левой Стороны А Стрела У него Не двойная Они Не слева Справа Эти стойки Стрелы А у него Одна Одинарная С правой Стороны Это делается Для того Чтобы избавиться От этой Двери Которая У обычных Бобиков Как лобовое Стекло У GCB Шевского Робота Дверь слева Нормальная Полноценная И вот там Если этим Грузить Что-то Филами Например Если вообще К нему Вилы Идут Я думаю Что есть Или Например Какой-то Груз Брать За одну Стропуду Надо Ее Цеплять Не с левой Стороны А именно С правой Стороны Ковша Или стрелы Я там С одними Кантовался Там Много Чего Мне Пришлось Многих Людей Мне Пришлось Заменить И вот Этот Джесси Бисовский Робот Ничего Такое Нормальное Единственное Только там Пещалка Заднего Хода Ни штекера Ничего Я крутил Вертел Даже Не знаю Может быть Как-то Можно Было Открутить Но Я Не Выдержал Взял Кусачки Перекусил Потому Что Это По-моему Если Речь Идет О Безопасности Я Считаю Что Именно Эта Пещалка Она И Есть Самое Главное Такое Звено Вредоносное Можно Было Ее Замотать Тряпкой Мокрой Тем Самым Снизить Уровень Писка Этой Бешеной Сумасшедшей От Которого Ночью Кошмары Снятся И Хочется Выйти Из Этого Трактора Взять Кувалду И Расхерачить Его К чертовой Матери Здесь На Катерпиллере Штекер Я Его Даже Долго И Не Искал Я Полез Пощупал Ага Вот Есть Вытащил Я Иногда Его Брызгаю Специально Для Электричества Она Там На Спирту Вроде Брызгалка Это Брызгалок Всяких Понакупляли Мне тут Один Палец Не промазывался Масленкой Не было Запасной Так я Ее Аккуратненько Выкручивал Брызгал Туда Там Аж Шипело Непонятно Что Это За Вещество Но Это Не ВТ Никакая Это Вурсовская Я Потом Может Быть Тоже И По Ним Сделаю Обзор Там Разные Есть Я Думал Она У нее Эффект Такой Же Как У МТ Потому Что По Запаху Очень Напоминало Керосин Я Как Она Может Там Написано Лубрикейтер Значит Для Смазывания И Вы Знаете Я Потом Даже Один Баллончик Взял Домой И Побрызгал Дома Замки Сколько У Меня Там Два Три Четыре Замка Брызнул Пшикнул Так Это Было Уже Месяца Три Может Я Переборщил Брызгая Что Они Такие Липкие Там Наверное До штанов Дошло Что И в штанах Все В карманах Открикываешь Ключ Ведь Засовываешь В замочную Скважину Вытаскиваешь На нем Дольше Остается Некоторые ВДшками Пользуются Мол ВДшкой Я Смажу Ребята ВД40 WB40 Вот Это Синяя Она Не смазывает У нее Основа Это Керосин Там Вообще Я не удивлюсь Если Там Вообще 100% Керосин Там Говорят Присадки Да Какие Могут Присадки Когда Присутствует Керосин Он же Разъедает Все Растворяет Вот Этой ВДшкой Можно Промыть Если Вы Пользуетесь ВДшкой Будьте Любезны Уже Брызгайте Не Жалея Разбирайте Даже Если Есть Возможно Разобрать То Что Вы Там Брызгаете И Потом Побрызгав Просушите Его Полностью До Полного Высыхания И Потом Уже Возьмите Смажьте Нечем Смазать Возьмите Подсолнечным Маслом Смажьте Если Это Так Необходимо Прямо Сейчас Сию Минуту Вам Надо Вот У вас Замок Он Мерзнет И Брызгают Этой ВДшкой Это Не Поможет Это Не То Берите Этот Замок Брызгайте Вот Вы Утром Пришли На работу Сняли Замок Все У вас Целый День Двери Открыты Вам Этот Замок Все Вы Его Промываете И Ложите Куда Нибудь На Печку На Калорифер Все Можете Несколько Раз В течение Дня Промыть ВДшки Она На Печке На Калорифере Очень Быстро Вы Вы Испарится Потом Вы Смазываете Берите Какое Нибудь Масло Насчет Подсолнечного Это Я Уже На Крайня Говорю Можно Использовать Например Рапсовое Масло Оно Вообще Чуть Не Техническое Его Вообще Наверное И в пищу Лучше Не Употреблять Рапсовым Запросто Можно Смазать Мы Пацанами Были На Мотоциклах На Мобил У меня Мотоцикл И Юпитер Третий И С Люлькой Мы Разбили Эту Люльку Врезались Самодельные Рамы Там Покупали За 5 Рублей Эти моторы Валялись На Скоростные Так Там Надо Бензин Масло Добавлять Но Нет Этого Масла Бензина Вон Солдаты Рядом Там Солдаты Везде Воинские Часть Идут По этой Латвии В Риге Через Забор Воинская Часть Была Ремонтная Куда Солдатня Гоняли Машина На У меня Всегда Была Подсолнечная И не Магазинная А Смельница Давленная Настоящая Пахло Запахом Давай Неси Принес Накапали Туда Немножко Ой Как Вкусно Пахло Ездили На этих Мопедах Мотоциклах Жареными Блинчиками Из выхлопной Трубы Пахло Хотите Верьте Хотите Нет Но Я вам Не рекомендую Потому что Ладно Там Мопед Разобрал Эту поршневую Почистил Чистили Прямо Скребли Шлифовали Кольца Меняли И опять Поехал Прокладки Поменял Там Алюминиевая Стояла Наверху Внизу Бумажный Сплотный Даже Не Обязательно Паранит А Просто Плотный Картон Годился Промаслил Его Отработки Какой И все А на Мотоцикле Нелегко Поршневую Это Время Занимает Я имею Ввиду Что Если Использовать Всевозможные Растительные Масла Они же Горят В камере Сгорания Кататься Хочется Кататься Хочется Бензина Море Мопеды Есть На Карьеры На Речку На Озеро От Ментов Дропанут Да Менты Не особо За Нами И Гонялись Кому Мы На Фиг Там Нужны Были Это Так Если Где-то Вдруг Пошел Шухер Что Мопеды Там Угоняют Тормозили Конечно Ну Что Покажешь Чек Из Магазина Там Я Купил Мотор А Эти Бумажки Мы Всегда Собой Возили Может Не Все Я Так Возил Техническую Документацию Чек Из Магазина Что Я Купил Это Все От 5 До 7 Рублей Стоило Все Ребята С Вас Хватит Сколько У Нас 17 27 Ну Вот Без Без Трех Начали Короче Полчаса И Фура Разгружена Не Помню Уже Сколько Там Палет Может Вы Считали Я Не Считал Полчаса 30 Ну 35 Минут Дело В том Что Здесь Вот Сами Видите Надо Ехать Туда Разворачиваться Возвращаться Так 17 27 Отлично Я Сейчас Тогда Еще И На 18 05 Успею Домой На Электричку Я имею Станция Бабитая Живой Я На Станции Засу Лаугус Кому Интересно Я Я Я Я Я Я Я Я